Курс на импортозамещение. Фармацевтические предприятия региона готовятся расширять производство. Этой теме посвятили окружное совещание с участием министра здравоохранения России Вероникой Скворцовой и полпредом президента Поволжьи Михаилом Бабичем. С губернатором Приками Виктором Басаргиным они посетили фармацевтическое предприятие по производству глазных капель, аналогов которым в России нет. Репортаж Евгении Караксиной. В Поволжье производится четверть лекарственных препаратов российского рынка. Один из крупных предприятий – Пермский Медисорб, выпускающий десятки номинований лекарств. Почти половина из них входит в перечень жизненно необходимых препаратов. В этом цехе происходит замешивание смесей для будущих лекарственных препаратов. Здесь же их высушивают и дальше идет следующий этап – таблетирование. Далее – нанесение покрытия, полировка и упаковка. Год назад на предприятии начали строительство нового цеха. Первую линию запустят уже к осени. Это будет производство импортозамещающих лекарственных препаратов, в том числе отечественного аналога зарубежных глазных капель. Мы как раз работаем над этим. И субстанции для этих глазных капель будем делать здесь, в Перми. То есть полный цикл. Отечественным фармацевтическим предприятиям в непростых современных условиях поможет Федерация. Меры поддержки закреплены законодательно. Был подписан новый федеральный закон номер 34, который передает правительству полномочия вводить разовую индексацию цен на лекарственные препараты и жизненно важного перечня из нижнего и среднего стоимосного сегментов. И проведена большая работа по определению той необходимой величины индексации, которая позволила бы вывести из убыточности препараты нижнего стоимосного сегмента, перевести их в рентабельность 20-25%. В рамках рабочего визита Вероника Скворцова и Михаил Бабич провели совещание по вопросам здравоохранения, где приняли участие представители 14 регионов округа. Участники обсудили проблемы и эффективность мер государственного участия в развитии сферы здравоохранения, уровень оказания бесплатных медицинских услуг, вопросы импортозамещения и контроля роста цен на препараты. Мы могли сегодня решить и текущие вопросы. Прежде всего предприятие, которое занимается выпуском фармацевтической продукции, это Медиасорб, посмотрели возможности развития импортозамещения. Я думаю, что Министерство здравоохранения нам серьезно здесь поможет. В целом в федеральной программе развития фармотрасли участвуют сегодня более 30 предприятий по Волжье. Именно они выступят площадками для создания новых производств и технологий для импортозамещения. Министерство промышленности и торговли нашим коллегам из регионов доложило те меры государственной поддержки, которые разработаны. И поверьте, они значительные. Субсидии сегодня на разработку и вывод на рынки новых медицинских препаратов и субсидии, мы сейчас говорили в тольной форме, постараемся сделать так, чтобы появились субсидии на технологическое оборудование. То есть вот эти условия, они сегодня либо созданы, либо находятся в процессе принятия этих решений. Евгения Караксина, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей. Два пермских журналиста выступили с предложением организовать альтернативный путь до площади Восстания. Речь идет о продолжении улицы Монастырской до Мотовилихи. В настоящий момент доехать по ней можно только до площади перед речным вокзалом. Далее дорога идет вдоль берега Камы и железной дороги. Упирается в ворота и забор режимного предприятия Мотовилихинские заводы. Но сквозной проезд существует и добраться по нему до улицы Смирнова можно за считанные минуты. В дореволюционное время этой дорогой активно пользовались горожане. Журналисты предлагают снова сделать дорогу общедоступной. При минимальных затратах эффект будет максимальный, считают они. Потому как город фактически без вложений получит новую трассу, разгружающую проблемное направление. Авторы петиции направили ее в адрес губернатора, главы Перми и руководства Мотовилихинских заводов. Взяла на таран пять машин. Масштабная авария случилась у центрального рынка. Дама 1952 года рождения на Toyota RAV4 врезалась в стоящий на дороге Opel. Его отбросила в парковочный карман на три машины. Вазовскую «семерку», Nissan и Volkswagen. Автолюбительница на Тойоте, впрочем, на этом не остановилась. Она зацепила еще один автомобиль. Водителю Opel понадобилась медицинская помощь. В ГИБДД отметили, что виновница аварии отказалась от прохождения медосвидетельствования. Но очевидцы сообщили, что женщина была пьяна. Удивлялась произошедшему, говорила, что до этого никогда выпивши, за руль не садилась и ни разу не попадала в ДТП. Выжить любой ценой. Продолжение истории. Квартирный вопрос 80-летней перемячики Ольги Кашиной все еще не решен. Правдами и неправдами женщину-инвалида старается выселить из жилья новый хозяин помещения. Дело дошло до суда. Подробности у Екатерины Леоновой. Отрезал газ, убрал газ. Потом сказал, я отключу воду, отключу свет. Вы сами не выживете в такой ситуации, и вы уедете отсюда. Я никуда не поеду. Я останусь здесь. Ну и вот в таком невыносимом состоянии, положении, как я сейчас нахожусь, из-за того, что неудобно не приготовить пищу. Я и сама не могу. Со мной все время дочь живет. Мы приезжали к Ольге Кашиной месяц назад. С тех пор здесь ничего не изменилось. На инвалидной коляске перемещаться невозможно. Приходится либо использовать ходунки, либо ползать на четвереньках. Напомним, все началось с того, что сын Ольги заложил зарегистрированную на него квартиру и взял кредит. Погасить долг не получилось. Жилье выставили на торги. Ну, никто не хотел сознательно подводить. Я со своей стороны готов ее забрать. Да, чувствую вину к себе, допустим. Да, сестра к себе может забрать. Она не хочет ехать. Новый хозяин решил перевести помещение с жилого в нежилое. Убрал все стены. Но женщина-инвалид имеет право на бессрочное проживание. Выселить ее не удается. В данный договор это условие не было включено. Мы считаем существенные условия. Поэтому мы просим признать суд данную сделку недействительную. Ни новый хозяин помещения, ни его представитель на заседание не явились. Тем не менее, иск о признании договора недействительным остался неудовлетворенным. Но женщина по-прежнему обладает правом бессрочного пользования помещением. Пока в таком виде, какой оно имеет на данный момент. Будем добиваться того, чтобы правоохранительные органы возбудили в отношении его уголовное дело по статье самоуправства. Мы будем действовать как в рамках и суда, так и в рамках обращения правоохранительных органов. И также в средства массовой информации, чтобы нас услышали и помогли инвалиду с этой проблемой. Екатерина Леонова, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей. Бегемот вне закона. Решение о сносе пристроек зданию по Сибирской 19-Б, где был расположен ночной клуб «Бегемот», арбитражный суд Рольского округа оставил без изменения, сообщает коммерсант Приками. Ранее администрация Ленинского района и Краевой Центр технической инвентаризации предъявил иск о сносе клуба его владельцу Дмитрию Денисову. Суд требования удовлетворил, а Денисов пытался обжаловать решение высшей инстанции. Пока безуспешно. Напомним, осенью 2013 года в центре Перми появилось здание ночного клуба «Бегемот». Разрешение на его возведение выдано не было, а строительная документация не прошла государственной экспертизы. Голубое топливо стало ближе. Арбитражный суд не согласился с Владимиром Швецовым, который объявил себя собственником части газовых коммуникаций в микрорайоне ИВА-1. Напомним, жители нескольких домов обратились в антимонопольную службу. Проведенная проверка выявила, что действия этого гражданина по сбору денежных средств на проведение газа противозаконны. Марина Минеева уверена, голубое топливо в ее дом придет теперь уже совсем скоро. На сторону женщины встала и антимонопольная служба, и арбитражный суд. Наконец-то мои 8 лет мучений без газа. То есть, наконец-то они закончатся. И «Уралгазсервис» все-таки подключат меня по решению уже и арбитражного суда, и антимонопольного комитета. В долевое строительство газовой сети Марина Минеева вложилась в 2006 году. Но голубого топлива в ее доме нет до сих пор. По той причине, что один из соседей, Владимир Швецов, объявил себя собственником части коммуникации. Ресурсоснабжающая компания «Уралгазсервис», а ныне ОАО «Газпромраспределение», готова завершить работу, но только с согласия Швецова. А он, в свою очередь, просит дополнительное средство за подключение. Женщина, недовольная такими действиями предприимчивого соседа, обратилась в управление Федеральной антимонопольной службы. Она признала действия газовиков незаконными. Началось рассмотрение дела в арбитражном суде. Я оплатил за врезку газопровод, за первичный пуск и за подключение. То есть у меня все эти отдельные суммы, там сумма порядка составляет где-то около 60 тысяч на тот момент была. То есть я считаю, что по отношению к другим потребителям я являюсь основным абонентом. Арбитражный суд отклонил жалобы псевдовладельца. Труба признана бесхозной. Скорее всего, претензия будет предъявлена гражданину Швецову, потому что он являлся проводником, лицом, который брал эти деньги. Факт, что люди отдали деньги, и на сегодняшнем решении арбитражного суда понятно, что он не имел этого права делать. Местные жители предлагают администрации города все-таки взять на баланс газовые сети. В противном случае может найтись очередной собственник типа Швецова. Пока же люди, в чьи дома до сих пор не поступает голубое топливо, рады и этой небольшой победе. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. С наступлением весны во главу угла ставится уборка дворов. Главная задача управляющих компаний и ТСЖ – вовремя очистить тротуары и дороги от снега и льда. Со своей работой справляются не все организации, рассказывает Екатерина Леонова. Ушинского 10. Снегоуборочной техники этот двор не видел с начала зимы. Чтобы очистить от наледи пару метров, дворнику Зинаиде приходится работать, не покладая рук. Каждый день убираю, просто за всю зиму ни разу трактор не давали и все. Машины ставят, я с той стороны сюда все, на эту сторону все снег спалкает. Таких забытых управляющими компаниями дворов в Перми хватает. Вот придомовая территория Нагорцовского 50. Гололед и снежные склады прямо на детской площадке. На управляющую компанию «Лидер» районной администрации уже составлены повторные предписания и протоколы. Но сугробы во дворе только растут. Необходимо первоначально обращаться в управляющую компанию. Если там уже не реагируют, можно им даже говорить, что в случае неисполнения наших обращений, будем обращаться в администрацию района. Штраф за такие нарушения составляет до 50 тысяч рублей, а повторно – до 200. Но не все управляющие в черном списке. Есть и исключения. Как, например, самое крупное в Мотовелихинском районе – «Мастер комфорта». Под ее ведомством находится порядка полутора сотен домов. Но на все обращения жители компания старается реагировать своевременно. Если осадков действительно много выпадает и ежедневно, то не справляется у нас иногда, допустим, вручную убирать. Мы нанимаем тогда технику и техникой уже убираем более, так скажем, быстро. Но это затратные вещи. Предписание было выдано на гололед во дворе. Управляющая компания «Мастер комфорта», несмотря на значительное количество домов, находящихся в содержании, оперативно устраняет данное замечание. Если в ответ на ваше обращение управляющая компания бездействует, можно обратиться в районы отдела ЖКХ и благоустройства. Или оставить сообщение при помощи интерактивного сервиса «Решаем вместе» на сайте администрации Перми. Екатерина Леонова, Антон Лифанов, Телевизионная служба новостей. Алиса в стране чудес. В Перми живет девочка, которая пробует лечить людей, притягивает металлические предметы и якобы помнит подробности из своей прошлой жизни. В гостях у Алисы побывала Елена Еговцева. Способность притягивать металлические предметы проявилась у Алисы Зелениной в трехлетнем возрасте. Соскользнувшая со стола чайная ложка не упала на пол, а буквально прилипла к ее плечу. Сейчас ребенок-магнит свободно удерживает на себе с десяток столовых приборов. О, прямо сами липну. Жалко, что она еще маленькая. Можно было бы больше ложек рассыпить. И сковородку даже. А когда вырастешь, да, сковородку попробую. При этом Зеленины считают, что Алиса обладает целительными способностями. Унять боль в пояснице отца, нормализовать давление бабушки – с этим девочка справляется без труда. Причем юный лекарь сама каким-то образом узнает, кто нуждается в помощи. Я вижу, что человек-то больной. Ему надо помочь. Чем больше я нагреваю руку, тем больше у меня сил для лечения. Силы еще умею давать. Недавно Алиса начала проявлять интерес к анатомии и медицине. Книги о строении тела и работе внутренних органов для нее предпочтительный сказок. А еще, по словам родителей, их ребенок помнит свою прошлую жизнь. Едва научившись говорить, Алиса в красочных подробностях поведала о том, что она раньше жила со своей семьей где-то в горном ущелье. Гора Чинанак, Чинанака, Чиганак. То есть, когда ребенок не произносит еще все буквы, потом-то мы поняли, что это гора Чинанак, что жила она в пещере, что в низине была красивая долина, много цветов, много рек и озер. И потом она меня просит, мама, научи мне жить на земле. Место под названием Чиганак действительно существует. Это горная вершина Западного Кавказа. Заветная мечта Алисы отправиться в Грузию к подножию этой горы. И через некоторое время она осуществится. Родители собираются фиксировать все происходящее в поездке на видеокамеру. Хотят удостовериться, что рассказы Алисы – это не детская фантазия. Елена Иговцева, Михаил Сетров, Телевизионная служба новостей.